Друзья, всем привет! Столярная работа состоит из массы частных случаев и решения небольших задач. Эти задачи могут быть самыми разнообразными. Одна из таких задач, как сделать выпил прямоугольный в небольшой детали. Лобзиком это сделать, по крайней мере в таком качестве, практически нереально. А это можно сделать достаточно легко при помощи стационарной циркулярной пилы. Вот это я сегодня вам и покажу. Я здесь показываю принцип, а как его применить, это уже, смотрите, относительно к тому, что вы будете делать. Принцип такой. Значит, вначале мы имеем вот этот брус-толкатель. Этот брус-толкатель, он расположен таким образом, что проходит практически, едва касаясь зубьев пильного диска. Здесь у нас 90 градусов, соответственно, здесь тоже отторцован, и здесь тоже 90 градусов. Теперь пропил будет сделан под этот брус. Показывать буду на этом куске фанеры. Первое, что я сделаю, значит, в два этапа как бы будет идти этот пропил. Первое, что я сделаю, вот такой пропил. Я ставлю заподлицо с брусом, под который я буду подгонять пропил, таким образом. Теперь внимательно. Нужно аккуратно закрепить струбциной. Крепить надо таким образом, чтобы эта деталь никуда не смещалась. Здесь, конечно, нужно потренироваться. С первого раза можете получить сначала потренируйтесь на каких-нибудь обрезках этот прием. После этого обязательно проверяем. Пока все хорошо. Закрепил хорошо, все заподлицо. Закрепляем струбцину еще пожестче, чтобы она никуда не съехала. И делаем первый пропил. Очень важное дополнение. Высота пильного диска была выставлена здесь заранее. И равнялась примерно высоте вот этого бруса. Чуть-чуть, буквально, может быть, доля миллиметров ниже него. Это очень важно. Итак, сейчас имеем вот такую картину. Один пропил. Здесь, в принципе, я ничего не менял, не отодвигал. Теперь задача выставить пильный диск по высоте этого бруса вот так. Опять же, выставляю по самому высокому зубу практически вровень. После этого ставлю заготовку. Ставлю ее, опять-таки, заподлицо вровень с брусом. И все то же самое креплю струбциной, не смещая эту заготовку. Повторюсь, без должного опыта это сделать достаточно сложно. Нужно потренироваться. Но в любом случае нужно проверять после того, как струбцина закреплена. После этого, опять-таки, делаем пропил. Тут уже нет ничего совершенно сложного. Все, пропил сделан. Здесь то, что небольшое, осталось от пильного зубья. Аккуратно стамеской выравниваем. Я почистил внутри стамеской. Сами видите, что получилось очень качественно. После этого совпадение с брусом, под которым это все делалось, практически идеальное получается. А если вы хотите более серьезно и качественно повысить свои столярные навыки и умения, то можете записаться ко мне на индивидуальное онлайн занятие. Пишите в сообщении группы моего сообщества ВКонтакте. Столярная мастерская Аквилл Воркшоп. Ссылка есть в описании.